На конкурс дети читают стихи Пожидарева Анна, 11 лет, стихотворение Эдуарда Ассадова, стихи о рыжей дворняге. Собачья преданность и верность не знают границ. Эти домашние животные считаются лучшими грязями человека, бесконечно терпеливыми, надежными, умеющими платить добром, салазку и заботу. О собаках слагают легенды, наделяя их такими человеческими качествами, как ум и доброта, отзывчивость, умение обращать тех, кого по-настоящему любят. Русские поэты во все времена посвящали своим четвероногим друзьям нежные, трепетные и волнующие стихи, в которые свозит восхищение теми, кто способен во имя хозяина на самые отчаянные поступки. Я считаю, что стихотворение Эдуарда Ассадова о рыжей дворняге не оставит никого равнодушным. Помните, мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Эдуард Ассадов, стихи о рыжей дворняге. Хозяин покладил рукою лохматую рыжую в спину. «Прощай, брат, хоть жаль меня не скрою, но все же тебя и покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким на лесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечей тоской. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга, эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. С огонь над трубой заметался, заревел паровоз, что из мочи, на месте как бык потоптался и ринулся вне погоди ночи. Вагонов, забыв перед рейли, курили, смеялись, дремали. Тут видно о рыжей дворняге, не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам и сил выбиваясь, за красным велькающим светом собака бежит задыхаясь. Споткнется, кидается снова, в кровь лапы, а камни разбиты, что выпернет сердце готово, наружу из пасти раскрыты. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И стукнешься лбом и перила, собака под мост полетела, труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы.